Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бедонокова Радмила Эдуардовна. Я студентка второго курса экономического факультета. Наверняка многие из вас слышали слово бренд. Сегодня разберемся, что это и какие факторы делают бренды успешными. Бренд — это образ компании в глазах покупателей. Маркетинговая тактика, которая помогает сформировать эти представления, эмоции и ассоциации, называются брендингом. Вот какие задачи он выполняет. Во-первых, сообщает об уникальности. Выражая уникальное торговое предложение, брендинг убеждает покупать именно у вас, а не у конкурентов. Обычный йогурт уже неинтересен. Черный йогурт — это не только польза, но и неожиданность, а еще это подсознательные ассоциации со стилем, который несет этот цвет. Также он умножает ценность продукта. Именно брендинг повышает ценность товара или услуги. Ну и что, что гаджеты Apple или кофе в Starbucks стоят дороже, чем у конкурентов. Люди платят не только за продукт, но и за эмоции, которые они получают при их использовании. Помимо этого, он формирует доверие. Фирменный стиль помогает выглядеть профессиональнее, а значит и вызывает доверие. Узнавая фирменный стиль, люди ожидают одинаковых впечатлений от контакта с брендом в любых точках соприкосновения, в сайтах, онлайн-магазинах и так далее. И, наконец, он создает лояльность. Сильный брендинг привязывает к вам покупателей и превращает их в евангелистов бренда. Для этого нужно все время поддерживать с ними связь и чутко откликаться на их потребности. Каковы же формы успеха лучших брендов? Чтобы создать эффективный бренд-дизайн, учитесь у успешных компаний, которые уже многими десятилетиями завоевывают лояльность клиентов. Многие из них обновили свой брендинг в 2019-2020 годах. Итак, теперь рассмотрим все более подробно. Одним из самых успешных брендов является Starbucks Corporation. Это американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеин, которая превратилась из местечковой фирмы с шестью магазинами и менее чем стами сотрудниками в национальный бизнес в 1300 кофеин и более чем 25 тысячами сотрудниками. Сегодня это около 300 тысяч торговых точек и более чем в 70 странах они расположены. Прибыль и объем продаж росли более чем на 50 процентов в год в течение шести лет подряд. Это действительно та команда, на которую хочется опираться, а то и превзойти ее. С 1987 года цель компании звучит как стать третьим местом между работой и домом. На ее основе и была сформулирована новая миссия – вдохновлять и питать дух каждого человека с каждой чашкой кофе каждый день в любом месте. В основе брендинга этой сети кофеин создание атмосферы, позаимствованные из итальянских баров, приветливые бариста и непринужденное общение. Старбакс дает людям чувство комфорта и общности, превращая распитие кофе в социальный ритуал. Каждое кафе спроектировано так, чтобы воздействовать на чувства человека, осязание, зрение, звуки. Но особое внимание они уделяют аромату. Сотрудникам запрещено использовать парфюмерию для того, чтобы кофейные зерна не впитали в себя посторонние ароматы. Логотип с русалкой – это один из самых запоминающихся элементов бренда Старбакс. В последние годы компания даже отказалась от названия бренда на лого и укрупнила его для того, чтобы больше выделить его. Хотя цены в Старбакс выше, чем в обычных кофейнях, брендинг помог сделать компанию одной из самых популярных в мире. В новые заведения сети выстраиваются гигантские очереди, а миллионы пользователей соцсетей ежедневно выкладывают фотографии с фирменными стаканчиками Старбакс. Следуя принципам команды маркетологов данного бренда, можно стать достаточно продвинутым специалистом, что в дальнейшем может привести сотрудника маркетингового отдела к успеху. Следующий бренд, который мы рассмотрим – это Apple. Самый дорогой бренд в мире оценивает в более чем 200 миллиардов долларов. Компания выстроила свой маркетинг так, что у покупателя возникает иллюзия элитарности в шаговой доступности. Бренд рекламируют обычные люди, но они транслируют идею исключительности, к нему хочется примкнуть, стать крутым. Это делает потенциального клиента адептом бренда. В рекламных роликах показывают не столько продукты, сколько то, как они встроятся в вашу жизнь и что они в нее привнесут. Дополняют бренд дизайн визуальные составляющие, которые ассоциируются с роскошью, стилем и утонченностью. Apple не придумывает новое, он улучшает старое и делает акцент именно на этом качестве, часто умалчивая о своих недоработках в остальных сферах. Несмотря на то, что компанию не разговели на копировании, и пользователи, и конкуренты, Apple сумела не только объединить чужие наработки, но и превратить их в сознание клиента в уникальные качества своего продукта. Пусть это и стоило компании нескольких проигранных судов. Делаем вывод, можно пользоваться наработками конкурентов и заимствовать у них лучшее, в том случае, если у компании есть собственное лицо. Теперь рассмотрим бренд Google. В рейтинге самых дорогих торговых марок планеты World's Most Valuable Brands 2019 бренд Google занимает вторую строчку и оценивается в Forbes в 167,7 миллиардов долларов, что сравнимо со стоимостью брендов Coca-Cola, McDonald's и Samsung вместе взятых. Отметим три самых эффективных качества бренда. Во-первых, это ответная реакция. Google четко следует своей первой заповеди, первым делом пользователь и стремится к тому, чтобы сделать жизнь удобнее. Второе качество – это актуальность. Компания активно развивается и постоянно разрабатывает новые технологии. Почти каждый день появляется информация о новых продуктах Google. Инновации являются частью ее бизнеса. На них выделяется часть рабочего времени. 80% разработчики выполняют основные текущие задания, а 20% занимаются собственными разработками. И третье качество – это присутствие на рынке. Девиз основателей компании – мы не собираемся зацикливаться на сети. Мы намерены стать всем в мире. И они близки к достижению этой цели. Все продукты Google нацелены на то, чтобы с ними можно было работать легко и просто, что позволяет завоевывать новые рынки. Увеличить присутствие помогают высокобюджетные и агрессивные рекламные компании, каким, например, был выход на рынок браузеров. По данным Forbes в 2019 году рекламный бюджет Google составил 6,4 миллиарда долларов, что в несколько раз превосходит рекламные компании Microsoft и Facebook. И, наконец, расскажем о Сбербанке. Сбербанк – это крупнейший банк России в Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов и самый дорогой бренд России. В сентябре 2020 года Сбербанк перешел на новый бренд Сбер. Классик маркетинга Jack Trout рекомендует не увлекаться изменениями бренда. Если и проводить ребрендинг, то только при совпадении двух факторов – когда серьезно поменялся рынок и серьезно поменялась сама компания. В случае с ребрендингом Сбербанка обе факторы сошлись. В топе 10 самых дорогих брендов России 2019 года по версии Brand Finance Сбер занимает лидирующую позицию. Как вы могли заметить, создание бренда с нуля – это сложная и трудоемкая задача. Сложности могут подстерегать еще до его разработки. Подготовительный этап, который включает отбор данных, требует особых знаний в сфере маркетинга, а также навыков социальной психологии. И активная стадия, в процессе которой создается концепция и фирменный стиль – это самая сложная часть всей работы. Продвижение готового бренда и его адаптация могут превратиться в мигрень, если вам неизвестны базовые законы publicity и работы с медиа. Разработка бренда с нуля – это действительно непростое задание, но только не для профессионалов. Маркетологи точно знают, как сформировать эффективный и классный бренд, который будет приносить пользу не только предпринимателю, но и его потребителю. Интересно? Тогда скорее подписывайся на наши социальные сети. Там мы рассказываем интересные экономические факты, делимся успехами своих студентов в различных сферах, поддерживаем их и, несомненно, гордимся ими.